Добрый день! Шесть лет, не юбилейный, но с другой стороны, каждый день города – это особый для нас праздник. Давайте об этом поговорим. Каким он будет? Чего ждать горожанам? Куда идти? Где будут торжественные мероприятия проходить? Прежде всего, хочу всех хабаровчан, гостей города Хабаровска поздравить с 166-летием города Хабаровска, образованием нашего города, любимого города, города воинской славы, самого красивого, обожаемого и развивающегося города Хабаровска. Это дата, да, вы правильно говорите, не юбилейная, но она всегда значимая для хабаровчан, потому что это день образования города Хабаровска, самого крупного города на Дальнем Востоке и самого динамично развивающегося города на Дальнем Востоке, в Дальневосточном федеральном округе. И я за это хочу сказать огромное спасибо всем жителям, всему предпринимательскому сообществу, руководителям предприятия, потому что это общая заслуга всех жителей города Хабаровска. Они его делают таким, какой он есть сегодня. Что мы предлагаем жителям города Хабаровска? 31 мая будет торжественное мероприятие в городском дворце культуры с вручением регалии почетный гражданин города Хабаровска, с вручением премии лауреата Якова Диченко. Будут возлагаться цветы к памятникам и Ерофею Хабарову, и графу Муравьева-Мурского, и Якову Диченко. Это уже традиционные мероприятия. Мы также жителей приглашаем на это мероприятие. К нам приехали оркестры из шести городов. Шесть оркестров из городов России. Это традиционный, сегодня уже 12-й фестиваль «Амурские волны». И на площадках Дома культуры Русь, ГДК, Платину Марьены, Комсомольская площадь, Площадь славы пройдут выступления этого замечательного, замечательных духовых оркестров. Я также приглашаю жителей города Хабаровска на это мероприятие. Первого числа состоится крупнейший арт-фестиваль «Счастливый Хабаровский». С 14 часов у нас будет закрыта вся улица Муравьева-Амурского для проведения этого прекрасного арт-фестиваля. Будут участвовать около 100 организаций. Малый, средний, крупный бизнес, спортсмены. То есть все то творчество, что есть в городе Хабаровске, мы можем увидеть на улице Муравьева-Амурского. Движение будет перекрыто. Но мы об этом уже говорили. Да, но вот, кстати, по-моему, собственно, «Счастливый Хабаровск» у нас с вот этим пешеходным графиком центральной улицы города, это же вот, это же несколько лет назад буквально, мы тоже обсуждали, что вот это только планируется, а сейчас как будто по-другому и не воспринимается. Ну, конечно, от джингорода перекрываем. Да, помните, мы с вами говорили, да, действительно, это было вчера, что мы рассуждали, а как же жители отнесутся к этому? Автомобилисты? Да, мы перекрываем целую улицу. Как так? И у меня было волнение, что как хабаровчане отнесутся к этому? И вы знаете, первый год, ну, он не оказался, как говорится, первым блинкомом. Прекрасно все прошло. И сегодня уже на 24-й год к нам заявки стали поступать в 23-м году. То есть спрашивали, будет ли, будет, мы готовы выйти, мы готовы показать свое творчество, мы готовы. Там ведь выходят не только профессиональные артисты, там выходят и самодетельные коллективы. Просто выходят семьями. И в этом году год семьи. По указу президента Владимира Владимировича Путина. И сегодня этот праздник, счастливый хабаровск, мы больше направили на семейный праздник. То есть будут выходить семьи, показывать, что они могут и что они могут показать и предложить хабаровчанам в этот день. — Традиционным тоже таким атрибутом дня города является, конечно же, шествие, колонны. Но вот по понятным причинам и соображениям безопасности сейчас этого не происходит. Как вообще в районах это воспринимается? Наверняка же порыв есть. Просить, конечно, за фразу, но копытом бьют, хотят, навык, возможно, где-то утрачивают. Да, в прошлом году руководители предприятия просто в 2023 году настойчиво пытались все-таки нас приблизить к принятию решения провести шествие. Это юбилейный год был. Но в силу определенных обстоятельств мы отказались от этого. И в этом году также отказались. Мы проводили много лет подряд это шествие. Оно осталось внутри, оно осталось в сердце, оно осталось в душе. И руководители предприятий знают, помнят про это. Да и коллективы помнят и знают. И я точно уверен, что как только придет время провести шествие, то мы проведем не хуже, как это было и 4, и 5, и 6 лет назад. Еще раз повторяю, когда мы это делали много лет подряд, совершенствовали это, оттачивали, оно же все-таки, тренировки остаются, так называемые, в душе. Мышечная память. Ноги помнят, голова помнит, руки помнят. Поэтому нет, я уверен, что в ближайшее время мы вернемся к этому хорошему мероприятию. И будем также радовать гостей, хабаровчан этим действием, как шествие коллективов в честь Дня города. Традиционно также на День города приезжают в Хабаровск иностранные делегации, чтобы поздравить. Кого ждем в этом году? Да, к нам приедет делегация из Республики Беларусь, город Могилев. К нам приедет делегация из Китайской Народной Республики, город Фьюань. Они, кстати, будут принимать участие в арт-фестивале «Счастливый Хабаровск». Свои площадки у них будут? Да, наши китайские друзья будут принимать участие. То есть они сделали заявку, и мы с удовольствием, вот с распростертыми руками их приняли и оказали им, сказали, вот вам место, пожалуйста, творите чудеса, показывайте и удивляйте наших хабаровчан. Программа уже известна, с чем именно они будут? Да, конечно, но я об этом говорить не буду. Все, и если интересно, я думаю, что все анонсы были в официальных страницах в соцсетях фестиваля, также можно узнать. К 31 мая, да вообще май, он в целом, вот те мероприятия, которые вы перечислили, да, это вот грядущее, это первое число, первое, второе июня, до этого в течение всего мая проходили какие-то праздники районные, все отмечали, вот настроение общество создавалось, и, собственно, к концу этого месяца любим мы с вами обсуждать в этой студии, а, собственно, подарки-то какие? В первую очередь здесь, конечно, какие город горожанам делает подарки, благоустроенные территории, сданные объекты, потому что дата такая, она символична, и к 31 мая многие объекты пытаются подтянуться, чтобы, ну, друзья, ну надо же, что здесь сегодня? Да, ну начнем, начнем с национальной программы «Безопасные качественные дороги». Напомню, в этом году мы, город Хабаровск получил 1,4 млрд рублей на реализацию программы, более 32 объектов мы будем вводить в этом году в рамках национальной программы, и мы уже 6 объектов сдали, это объекты дорожного хозяйства. Ну, я, может быть, повторюсь, но, тем не менее, я скажу. Мы продолжаем работу по проспекту 60-летия октября. Мы зашли на... Да, по проспекту 60-летия октября. Сроки по поручению временно исполняющей обязанности губернатора Хабаровского края Демешина Дмитрия Викторовича мы сдвинули на ранний срок. И также Дмитрий Викторович дал поручение мне, поручение профильному министерству. Мы планировали проспект октября закончить полностью до Большой в 2028 году. В 2028 году полностью проспект октября закончить. Дмитрий Викторович дал поручение, значит, закончить все работы до 2026 года. То есть в 2026 году весь проспект октября до Большой должен быть отремонтирован. И поэтому вот эти вот два года, два года минус. Сейчас мы работаем с правительством Хабаровского края, ищем деньги, чтобы объявить конкурс на 2025-2026 год, и в 2026 году полностью проспект октября закончить. Сергей Евгеньевич, не могу не спросить в связи с этим, если сроки сокращаются, то есть было до 28-го, сейчас до 26-го, то есть было 4 года на все работы, сейчас 2 года. Соответственно, деньги нужно в 2 раза больше сейчас резко найти. А где их найдешь? Федерация помогает, либо у себя где-то? Это прежде всего мы рассчитываем на федеральную программу, о чем мы говорим, и внутренние резервы. Но есть поручение временно исполняющей обязанности губернатора Демешина Дмитрия Викторовича, мы его будем исполнять, все. Второе поручение, Дмитрий Викторович побывал на ремонте, помните, мы все говорили, когда зайдете на развязку Ленинградское восточное шоссе, мы зашли. И также временно исполняющий обязанности губернатора, посетив этот объект, также нам дал поручение до 1 сентября закончить эти работы. То есть мы планировали, как обычно, по контракту ноябрь месяц, Дмитрий Викторович сказал, до 1 сентября, как дети пойдут в школу, развязка должна быть сделана, все. Как подрядчики отнеслись к этому? – Насторожно, потому что я сразу дал поручение увеличить продолжительность рабочего дня, потому что, извините, на 2 месяца раньше сдавать объект. У них свои планы, у них свои графики, теперь они эти графики пересмотрели, они тут же на месте согласились, это поручение временно исполняющей обязанности губернатора, оно неукоснительно для исполнения. Все, мы пересмотрели графики и подрядчик сказал, до 1 сентября мы этот объект сдадим. Все. Мы сдаем детский садик на Запарина, на 190 мест. Это новый детский садик, это с элементами ноу-хау, с элементами. О чем идет речь? О том, что мы, у нас уже опыт такой был, мы привлекали родителей детей к внутренней отделке помещения. – С точки зрения рабочих рук или с точки зрения идей? – Нет, идей, идей, конечно, да. Приходили родители, это у нас первый опыт был, Петроглев парк, когда родители пришли и сказали, вот мы хотим цвет группы здесь такой, колер здесь такой, коридор такой. То есть у нас все группы разные получились, коридоры все цветом разные, отделки разные. Так и по Запаринам. – А кто-то из родителей дизайнер и понеслось. – Да, да, да. И это вы знаете, это оправдывает. Это оправдывает, почему? Потому что, ведь действительно, мы как, заходим в детский садик, все покрашено там или в голубой, или в зеленый цвет. Все, все. Здесь же цвета разные, оно играет, оно интересно, оно красиво. – Я так понимаю, что рано или поздно же приходит очередь всех детских садов каким-то образом, ну, косметический или капитальный ремонт. То есть это будет такая традиция, я так понимаю, уже остальные ремонты в других детских садах. Мы сегодня ремонтируем 13-ю школу по национальной программе по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я тоже дал поручение пригласить родительский комитет, потому что школа капитально стала на ремонт, пригласить родительский комитет, чтобы обсудить отделку школы. Мы делаем пять скверов. Пять скверов – это сквер на Аксеново, самый большой сквер, там у нас будет три зоны – зона отдыха, зона игровая, зона прогулочная. Сохранением памятника Владимира Владимировича Ленина. Там стоит такой небольшой памятник. А были дискуссии убирать? Ну, были горячие головы. Жители попросили оставить его, и не просто оставить, а еще и освежить. То есть мы согласились с жителями этого микрорайона и Владимир Владимирович Ленин. Ну, это наша история. Это наша история. Он остается. Мы делаем вообще в этом году пять скверов. Это сквер Матроны Московской рядом с храмом, поселок Березовка, и на 38-й школе на улице Тихоокеанской. Я не говорю уже про дворовые территории, на которые мы уже зашли. По всем программам. Программа благоустройства города на 2024 год насыщена так же насыщена, как и программы 2023 года. И мы стараемся каждый год наращивать темпы благоустройства города Хабаровска. Сергей Анатольевич, времени немного. Хочется все-таки успеть еще пробежаться. Подарки обсудили частично, но в целом, если очередной день рождения, такие итоги предварительно подводить развитие города, вот сейчас, чем можем гордиться? А где, может быть, какие-то точки роста, задачи ставите перед собой? В перспективе, может быть, на ближайшее время? Ну, прежде всего, я хочу сказать о задачи, которые сегодня ставит нам временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Димишин Дмитрий Викторович. Это полностью переформатировать отношение к экономике. То есть, сегодня должно происходить развитие местного предпринимателя. То есть, сегодня на рынке в городе Хабаровске должны работать местные производители, местные строители, местный бизнес. Это задача номер один. Это задача, которой она выполнима и над которой мы сегодня уже работаем. Хочу сказать, что сегодня экономика города Хабаровска, она одна из ведущих экономик Дальневосточного федерального округа. Я уже сказал, это самый крупный город. Крупный логистический центр, экономический, научный, транспортный центр. Это центр, где сформируется вся политическая, такая социально-политическая атмосфера всего Дальневосточного федерального округа. У нас сегодня работают самые крупные федеральные застройщики. Самые крупные федеральные застройщики. Хочется сказать, что за последние 10 лет мы впервые в 2023 году сдали около 400 тысяч квадратных метров жилья. Многие спрашивают, зачем это жилье? Ну для чего это жилье? Кому мы его строим? Это строительство жилья на перспективу. У нас город молодой. У нас 30% населения, даже к 40% населения это молодежь. Молодежь. Город сегодня молодежный, он сегодня развивается. Сегодня не только внутренняя миграция, но и внешняя миграция помогает нам увеличивать численность города Хабаровска, в том числе и рождаемость. Сегодня квартиры приобретают молодые. Сегодня дальневосточная ипотека. Сегодня бесплатный гектар здесь, в Хабаровском крае, в городе Хабаровске. Это развитие города Хабаровска. Сегодня малый и средний бизнес на подъеме. Почему? Потому что создаются условия, на что нас нацеливает и временно исполняющая обязанности губернатора. Создавать условия для бизнеса. Сегодня в городе Хабаровске существует строительный кластер. Это все помогает нам развивать. Инвестиции в город пришли. Самые большие инвестиции за последнее время. Ну, давайте так вот, я приведу пример, наверное, самый серьезный объект – это Хекцир. Миллиард сто миллионов местных предпринимателей, это Центр инновационных технологий, вложил в развитие горнолыжного комплекса. И сегодня спортсмены оценивают его на отлично. И это только первая очередь? Это только первая очередь. Ну и дальше правительство края занимается и работает над его развитием и реализацией этого проекта. Это проекты строительства Т-4, это проекты строительства ТМ-35, это проекты строительства дорог, новых дорог. Дорога на Ореховой сопке героев Пассаров, дорога будем строить на переулок Брянский, я не говорю 6-7 микрорайон развития, ну и так далее. Развитие программы комплексного развития территорий, где мы сегодня сносим ветхоаварийное жилье, и строители с удовольствием заходят на эти площадки, мы ликвидируем его, то есть помогаем самим себе, мы участвуем ведь в национальной программе по сносу ветхоаварийного жилья, вот комплексное развитие территории помогает, это делает. – Ну и, собственно, один из ключевых еще объектов, на который, к сожалению, не остается уже времени, но мастер-план, долгосрочный план развития, собственно, Хабаровская агломерация. – Спасибо. Да, мастер-план – это основной документ, перспективное развитие города Хабаровска до 2030 года. Владимир Владимирович Путин, наш президент, утвердил его. Сегодня есть поручение, временно исполняющие обязанности губернатора Хабаровского края, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Геория Петровича Трутнева доработать, внести дополнительные предложения, то есть насытить его объектами, которые помогают нам, жителям города Хабаровска, чувствовать себя комфортно. Чувствовать себя комфортно. А последнее поручение, временно исполняющие обязанности губернатора, когда мы посещали дамбу, он уже дал поручение, она еще не сдана, дамба, но он смотрит вперед и говорит, жители должны здесь чувствовать себя комфортно гуляя, чтобы здесь были спортивные объекты, ну, я не говорю, огромные спортивные, хотя бы тренажеры, где можно было спортом там позаниматься, руки, ноги покачать, скамеечки, небольшие такие кафешечки, где можно попить чай, кофе, съесть булочку, ну, и так далее, и так далее. То есть набережная должна быть зоной отдыха. Уже сейчас благоустроить до того, как сдать? И срок, кстати, уже тоже обозначен. Осенью, Дмитрий Викторович так и сказал, осенью объект должен быть сдан, все. И сразу уже с кафешками. И мы сегодня работаем над этой проблемой, над этим вопросом совместно с бизнесом, совместно с правительством Хабаровского края. Сергей Анатольевич, спасибо большое за беседу, за то, что нашли время поздравить наших телезрителей, всех горожан с праздником. От лица всех также поздравляю вас. В первую очередь, конечно, это, наверное, итоги, которые мы подводили, итоги работы вашей, в том числе. Это общая наша работа. Общая работа, да. Сергей Анатольевич, спасибо большое. Друзья, в преддверии 166-й годовщины города Хабаровска говорили мы о том, как будем отмечать, собственно, этот праздник, с какими результатами подошли с мэром нашего города Сергеем Кравчуком. Еще раз благодарю. Друзья, это был проект «Смотри Хабаровск». Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова